В Брестскую область продолжают пребывать граждане из Украины. И сегодня каждый брещанин готов поделиться с ним теплом своих сердец. Несмотря на сложность ситуации, которую приходится переживать этим людям, все равно в их пребывании есть яркие моменты, которые создают представители разных волонтерских организаций Брестской области. Накануне заместитель председателя Брестского облсполкома Вадим Кравчук встретился с многодетными семьями из Украины и вручил подарочный набор игрушек для детей. Встречалась первая замглава администрации президента Республики Беларусь Наталья Владимировна Питкевич на одной из ключевых предприятий нашей Брестской области, это на игрушечной фабрике Полесье. Она встречалась с коллективом. Такие у нас встречи, как правило, проходят постоянно. Это в первую очередь выявление различного рода какого-то проблемного поля, решения этих вопросов, пообщаться с населением, пообщаться с людьми именно на своих рабочих местах. И по результатам, когда после встречи коллектив предприятия ООО Полесье изъявило желание подарить Наталье Владимировне подарок в виде комплекта игрушек. Наталья Владимировна подумала, посоветовалась так, поразмышляла и решили принять решение именно вот эти комплекты игрушек подарить деткам именно тех, кто приехали к нам из Украины, которые сейчас находятся, живут здесь, как говорится, обосновываются, дают свое новое гнездышко и поэтому было принято решение эти подарки отдать вам. Общаясь с семьями из Украины, Вадим Кравчук акцентировал внимание на том, что для деток детство должно оставаться счастливым, где бы они ни были. И сегодня руководство Брестского облсполкома надеется, что первый регион – это то самое место, где каждый из них чувствует себя комфортно, безопасно и спокойно. Также в ходе общения были затронуты насущные вопросы, которые волнуют украинские семьи. Вадим Васильевич абсолютно у каждого поинтересовался их трудоустройством, обеспеченностью жильем, также рассказал о государственной политике по поддержке многодетных семей. А приглашенные гости в свою очередь поделили своими историями и поблагодарили за подарки. В числе участников встречи мама четырех детей Анастасия, которая два года назад приехала с семьей из Украины. Младший сын родился уже в Бресте. Нас встретил Красный Крест, дали нам временное жилье. Потом нас поселили в кризисный центр. Мы первые жильцы в кризисном центре белорусского Красного Креста. Дали общежитие, конечно, с ЖЭС скинул клич там и постельное. А нет, постельное нам тоже Красный Крест давал. А так вообще и сковородку, и тарелку. Это все снесли нам Брестчане уже с ЖЭСа, в которой люди работали, знакомые их. То есть все нам так. Не все так случилось, как мы планировали. Но все, что не происходит, все к лучшему. Мы довольны тем, что у нас на данный момент есть. Будем стараться и добиваться лучшего. Спасибо, конечно, за такие подарки деткам. Конечно, настолько такие игрушки. Это дороговато для нас сейчас на данный момент. А детки будут рады. Татьяна – многодетная мама. Ее семья в Брестскую область приехала несколько лет назад из Волынской области Украины. Обосновались в городе Высокое Каменецкого района. Мы многодетные, хотим тут остаться. Я пока у мамы живу. Ну, как бы надо что-то свое. Мама есть мама, у меня еще братья есть. То надо что-то свое. Надо вставать на очереди. Что-то думать. Я же без понятия, куда идти, что идти. Должны подсказать, объяснить, куда, что и как. Очень-очень хорошие подарки. Мы бы еще не позволили пока что такие подарки. Ну, я думаю, будут играться. Продолжением интересного содержательного диалога стала экскурсия для мальчишек и девчонок и их родителей в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». К нюа в том, что я буду обозвать. Продолжение следует...